всем здравствуйте у нас начинается уже наверное восьмой в моей жизни раз может быть и больше это если не считать сторонних работ первый курс блока спецкурс по питону который называется язык программирования питон он у нас читается для и для бакалавров и для магистров в культе от вмк при этом в этом году у нас эксперимент с кафедрой логатмических языков магистерский курс расширенный по магическому курсу будут еще две дополнительные темы а вот какие мы пока до конца не придумали соответственно ну как и в прошлые годы этот курс можно поставить как спецкурс для бакалавра для магистров математический а еще он теперь не только кафедральный кафедрой свк но еще обязательно на кафедре логатмических языков вот такая картина меня зовут георгий курящий я сотрудник лаборатории программного оборудования факультета вмк что такое программное оборудование не спрашивайте мне я не знаю я работаю в этой лаборатории с прошлого тысячелетия вот а еще с 2003 года я работаю в компании базальт из по который тогда назывался альтлинукс мы занимаемся российскими дистрибутивами вот инсталляцию эту дистрибутива будете постоянно наблюдать на моем компе не думайте что он действительно так выглядит это я его очень сильно причесал под свои вкусы они у меня специфически вот соответственно питон для меня в общем-то хобби когда-то давно начиналось когда-то давно это был для меня хобби ну любимым языком программирования моим был всегда си вот потому что на си можно написать вообще что что хочешь иногда ты не понимаешь что хочешь тебе компилятор выясняет что ты хочешь вот но конечно в какой-то момент стало понятно что есть задача типа запрограммируй выбросить то есть напиши один раз что-нибудь такое на колени и потом брось и конечно си для этого подходит очень плохо потому что там надо даже программировать носить надо иметь достаточно высокую дисциплину вот и мы значит я стал искать какой мне язык посмотреть посмотрел довольно много какие-то мне не зашли какие-то просто не осилил типа хаскеля ну то есть смысле не осилил так думать вот и вдруг я напоролся на питон который в те годы это было начало двухтысячных был такой молодой развивающийся язык который там еще недавно это был конец 90-х не помню в общем который еще недавно был игрушечным языком программирования написанным для школьников назывался abc но вот гвида ванросом который участвовал в язык в этом деле значит он переделал его в такой довольно современный до тогдашню по тогдашним временам язык программирования вот и оказалось что для человека который условно говоря думает носить язык программирования питон оказался очень очень уместным правда наверное эта специфика моя потому что я знал в нулевые годы хакеров которые значит как раз программировали исключительно на себя при виде питона у них обелела нижняя половина лица и краснела верхняя вот форматирование остыками как ты можешь это нарушает твою свободу ну пускай нарушать да значит прошло несколько лет с тех пор прям скажем лет двадцать и питон из остроумного по деле остроумного значит голландца превратился в такой меймстрим который сейчас по некоторым значит измерителем чуть ли не самый популярный язык программирования в мире я бы не сказал что мне комфортно вот здесь вот читать лекции по самому популярному языку программирования в мире потому что и без меня есть кому это делать в таком случае зачем зачем мы здесь вообще сегодня собрались значит почему собственно питон во первых как мне показалось самого начала преподавать кто на очень легко почему ну во первых потому что да у меня есть ощущение что что это язык очень такой соразмерной моей голове вот во вторых для питона существует такая штука называется тьюториал вот вот он вот он и это фактически очень быстрый учебник для тех кто уже в теме которые для людей которые уже немножко понимают в объектном планировании хорошо разбираются в объектного ретина программирования и в общем нормально алгоритмически программировать вот фактически наших лекций могло бы не быть если бы каждый из нас мог бы взять и аккуратненько прочитать весь тьюториал по ходу прощелков все примеры которые там находятся значит всем кто испытывает реальное такое подтупливание при знакомстве с просто не просто горячо рекомендую а как бы прописываю ежедневно прощелкивать примеры вот прям руками примеры из из тьюториала и вам откроется вас постигнет онлайн вот я гарантирую тем не менее я понимаю что не у всех устроены так не у всех так устроена дисциплина и восприятие информации поэтому лекции вторая причина состоит в том что это не причина это повод на мой взгляд легко мы читаем тьюториал слуху слов вторая причина стоит в том что на самом деле питон в нынешние времена вот он свою популярность завоевал не потому что он такой питон а потому что он внезапно распространяется в средине программистов лавинообразно раньше это были вообще всевозможные люди которые просто которым просто надо решить какую-то логарифмическую задачу и он запрограммирует на питоне и в этом смысле питон заменил basic когда-то для этой цели служу быть он до сих пор для этой цели служит например в офисных пакетах вот но последние там десятилетия пожалуй питон стремительно уезжает в инженерную область и в частности в инженерии знаний вот то что называется машин ленинг и всякое вот это вот дата сатанизм короче надо сказать что дать сайентисты они пользуются питоном не как языком программирования как таким сверхумным калькулятор да вот если кто-то из вас взаимодействовал со средой репл средой которая называется юпитер вот чем юпитер отличается от редактора для программистов вот примерно этим мышление дата сайентистов использующих язык программирования отличается от мышления разработчиков использующих язык программирования и если вы сейчас залезете в интернет и посмотрите все сто пятьсот курсов питону которые существуют вы они внезапно разделятся на две примерно равные категории ни одна из которых меня лично как преподаватель не удовлетворил первое это питон за 24 часа вам расскажу что такое переменные что такое условные операторы что такое объекты что такое не знаю спрайты какие-нибудь какой-нибудь графическом и все это все это вот в одном флаконе вот в этот же флакон сваленный питон питон как умный калькулятор откройте окошко скопи-пастите программу на 80 строк поправьте поправьте стоку номер 35 видите как она работает вот это значит первая часть а вторая часть какая-нибудь сложная штука как на питоне написать там не знаю какие-нибудь странные обмазки вокруг джанги чтобы это джанга что-то еще умело короче говоря чисто технологические штуки никому не приходит в голову обращаться к питону как действительно очень сторонному легкому в освоении и очень современному языку программирования который тащит довольно много с собой современных тенденций в шаблонах программе все ну и третье до третье я уже сказал питон мне нравится вот вам мотивировать мотивацию значит давайте с конца ночи вне зайдать забежим в конец я сразу скажу чего я хочу добиться в этом семестре в этом семестре я хочу попробовать успеть рассказать про все относящиеся к синтаксису языка программирования питон не к его прагматике потому что потому что это надо разбираться в том как работает конкретный интерпретатор а это много да и не в его без practice потому что под питон существует довольно много всевозможных приемов программирования которые базируются на синтактических и структурных особенностях самого языка но опять же этих best practice очень много они будут волей-невой появляться в там том коде который мы будем на лекциях днёт но пытаться рассказать про питон и про все его библиотеки мы я конечно не могу вас мы еще про библиотеки питон сегодня упомянут теперь значит немножко истории историю я года год от года читаю все короче и короче потому что мне кажется что все ее условно знают в девяносто четвертом году ну в девяносто втором году был зрелизен тот самый язык программирования abc обучающий для школьников который представлял собою интерпретатор разумеется чтобы никакой стадии компиляции не было с базой поддержки всевозможных удобных готовых конструкций типа типа данных кодове питоне называется лист который на самом деле вовсе не список а динамический массив о чем мы узнаем впоследствии вот уже в 94 году гвин ван россу вот это грида это еще когда он работал в гугле пьет пиво светлые нефильтрованные да так вот в девяностотом году гвида выкатил первую версию языка питон битон один я в своей жизни видел две очень больших игрушки написанных на питоне с тех пор это стало достаточно правильно достаточно такой популярный таким трендом что логика который не нужно сто пятьсот операций в секунду пишется на питоне как на быстром в плане разработки и очень читаемом языке особенно сложный лайк а тяжелая математика пишется на чем-нибудь низкоуровневым быстром типа носить вот это это игрушка написано ровно так же там были всевозможные графические библиотеки рендерилось все естественно с помощью этих библиотек а вся логика была написана питание blade of darkness называлась эта игрушка это был такой слэшер там такие значит персонаж всех мечом рубил хорошего давно вот к 2000 году примерно более подробно можно почитать википедии разумеется 2000 году вышел питон 20 и вот в отличие от питона 10 который был в общем по многим параметрам игрушечный потому что просто у него не было вот этого матчурите этого наработанного корпуса проб и ошибок в реальной эксплуатации вот этот корпус на и наработался и 2000 году вышел питон 20 это уже был вполне себе такой приличный язык на котором вот учиться на котором было только одно удовольствие собственно на это я и клюну надо сказать что питон 10 с питоном 20 был не до конца совместим по синтексу что собственно продолжилось и в следующей версии 3.0 который ушла первый раз 2008 году к этому моменту стало очевидно что на питоне очень много разрабатывают особенно быстрого такого который не требует многодневную как бы многолетнего сидения то есть сверх большие проекты на питоне на втором разрабатывать нельзя вот а вот быстрые проекты прототипирование интерфейс на и прототипирование вот это все на питоне пишется очень очень много и в том числе в продакшен поэтому к 2008 году там в 2006 на самом деле до гвида дошло что нужно делать уже прям настоящий взрослый язык вот и был выше выжил за питон 3.0 которым мы с вами занимаемся никакого питона даже не существует вот примерно так обстояло дело вы с историей развития надо сказать что сам гвида в первую очередь очень очень неплохой программист на север доска очень хорош то есть весь питон базовая реализация питона с которым мы с вами работаем она написана носить если кто-то хочет посмотреть как вообще нормально программируют люди носить посмотрите на исходный код питона я вот на полном серьезе это говорю вот посмотрите как сделал дизайн посмотрите как сделана документация посмотрите как сделано объектное планирование потому что питон объектный язык реализованные носи это вот все прям был бы у меня побольше времени я бы тоже это все прочел но в любом случае туда заглядывать имеется мыс вот но как вы знаете в современном мире особенно в свободных сообществах которые развиваются так как ну который отвечает в основном интересам самого сообщества не какого-то рынка мало быть мало быть хорошим программистом вот нужно еще быть хорошим комьюнити менеджером все известные деятели опенсорса в первую очередь начиная с линуса в первую очередь известны тем что они очень неплохо я бы даже сказал очень хорошо обращаются сообществом и пользуются помощью сообщества и даже больше того скажем провоцируют сообщества на то чтобы их проект развивался именно так существовал питон многие десятилетия до буквально 19 года 2019 вот как устроено сообщество питона и рассказывать не буду скажу только что вообще развитие языка питон устроены таким образом что любой человек в мире совершенно любой может предложить свое улучшение или исправление в питон это называется пепп python enhance проповзан в этом пеппе вы должны описать что вы собираетесь изменить какую проблему вы собираетесь решить описать собственно существующую проблему описать что будет после того как в этот это расширение предлагаемые вами внедриться в язык и как эта проблема решится и описать реализацию которую вы предлагаете сделать или даже сделать этих пеппов на свете сотни в питоне можно посмотреть например в документацию допустим в какой-нибудь ридми в вот с него и там будет написано какие пеппы в очередные приняты вот в частности буквально на днях вышел ну как на днях не на днях когда вышел 311 питон забыл в общем когда вышел 311 питон в него внезапно вставили такую штуку как exception groups вот exception group это такая штука которая одновременно может возбудить сразу несколько исключений ну вот те кто знает что такое вообще исключение понимает что эта фишка на самом деле нужны вы можете вбросить одно исключение обработать его в бросить второе обработать бросить 3 обработать вы можете вбросить исключение при обработке его вбросить 2 но одновременно два исключения синтоксического братник не может теперь может вот теперь выглядит примерно так carb motivation рационализация этой мотивации то есть это зачем это за счет мотива еще надо почему это сделано рационализация это зачем с какой целью и спектр как-то как-то должно материализовано как должно работать и вот таких пепов сотни они обсуждаются далеко не все эти пепы принимаются в конце иногда приходят люди критикуют ну ты чувак придумал конечно улучшить синтакси например в питоне до сих пор нету цикла цикла с постусловия типа анти просто потому что синтаксическая конструкция синтактической структуры питоновских питонского текста не приспособлены к тому чтобы там был было место для спецификации просто условия и какой бы синтакс люди не предлагали можно кстати поискать в пепах этот самый intel я нету нету ну и ладно значит какой бы пеп человек по антилу не предлагал он всегда отвергался на том простом на том простом основании что читать будет хуже текст как бы нарушать логику построения питоновского синтакси так что нет далеко не все пепы принимаются но это означает что на самом деле абсолютно любой человек кто может что-то хорошее сделать может принять участие в разработке питона например так было с асинхронными возможностями была какая-то до сих пор есть комп комп контора в литве которые в которой там два человека всего главных русские и литовец вот и эти два человека они занимаются чуть ли не хайлоудом или обслуживанием хайлоуда и понятное дело что вы знаете обслуживанием каких-то много узловых платформ вам очень нужен асинг и они прямо сделали этот асинг сначала модуль потом синтаксис придумали для питоны и вот их пеп пеп и сначала их а потом их людей которые этим всем стали пользоваться они влезут в питон теперь у нас питон с очень неплохой моделью синхронности про что будет еще лекция значит в девятнадцатом году произошло следующее сообщество питона стала настолько не страница дисциплинированным а взрослым что перестал нуждаться в услугах великодушного пожизненного диктатора то есть в услугах гвида как третейского судьи по спорным вопрос что такое великодушный пожизненный диктатор это такой способ организовать прошу заметить свободное сообщество когда люди договариваются вот если у нас начинается спор и мы не можем договориться одни говорят одно другие говорят другое и мы на какой-то итерации понимаем что ну аргументы сторон равносильны по силе тавтологии в общем равносильны и ни одна из сторон не побеждает мы идем к гвида и говорим гвида вот как ты скажешь так и будет а то мы тут уже скоро друг друга начнем посуды метать и гвид говорит будет так или нет это плохая идея и на этом все останавливается вот значит и гвида выполнял роль этого самого великодушного пожизненного диктатора benevolent dictator for life до 19 года когда пошло страшное обсуждение про так называемый волверс оперейтер мы будем про него говорить это оператор присваивание в питоне если кто здесь в курсе в питоне вообще-то до недавнего времени вообще не было никакого присваивания вместо присваивания там операция связывания об этом будет буквально завтра не завтра через неделю вот а тут значит придумали специальную операцию присваивания и часть народу топила против нее часть за нее в конце концов они пришли гвида гвида сказал ты ладно ну хорошо же вы придумали давайте все уже хорошо делаем они опять ругаться и мало то чтобы ругаться потом пришел кто-то другой соблазнил кого-то третьего и эти двое или трое вот те которые сейчас в управляющем совете питоновском они все-таки решили что да нужен волверс оператор а гвида сказал о вы тут без меня договорились господи какой счастье на пенсию а тут 20 лет значит там 30 лет держался в своих руках значит чем сейчас занят гвида ван россом он разумеется занимается питоном красавчик как он умеется занимается питоном можно просто посмотреть упорядочить его репозитории на гитхабе по критерию last updated первое чем он занимается питома c python из питон написанный носи собственно гвидовская базовая реализация питона это его собственный сайт это специальная книжка которая называется девелоперс гайд свободная кстати рекомендую вот это еще одна специальная книжка которая которая показывает примеры на разных языках программирования небольших программ не более 500 строк гвида там написал по моему кроулер в кроулер вот это парсер асишного кода на питоне тоже гвида пишет без единой документации что-то у него там ну и так далее в общем работ работают гвида сейчас не догадаетесь где если кто не знает в микрософт внезапно вот похоже что микрософт потихонечку задвигает на какие-то свои собственные языки языки программирования типа си шарпа и очень очень хочет чтобы подвиндему под винду можно было программировать промышленно на питоне и про это мы тоже будем говорить в конце семестра про промышленное программирование на питоне и инструменты которые к этому приводит потому что еще каких-нибудь 10 лет назад говорить про промышленное программирование питоне значит насмешить промышленного программиста теперь значит если вдруг кто действительно ничего не знает про питон да немножко тех свойств которые лично меня привлекают в этом языке в первую очередь как это ни странно питон это интерпретатор и это хорошо неплохо принято считать что интерпретаторы медленные а компиляторы типа быстрые но так было 30 лет назад ну возможно 20 а сейчас сейчас я попробую вот смотрите предположим вы программируете приложение которое не должно там работать мгновенно если она будет работать 10 микросекунд или 10 миллисекунд ваш пользователь не заметит а разница как вы понимаете в тысячу раз так что если вы используете эффективные алгоритмы и не используется несравнимо несравнимо огромные объемы данных и эта часть скорости интерпретатор компилятор в общем без разницы если там в пять раз медленнее работает интерпретатор чем компилятор а это так то никто этого не тогда про какую скорость мы говорим про скорость разработки а вот скорость разработки зависит в первую очередь от того как долго длится цикл к программирования компиляция отладка запуска тогда и выясняется что в современных больших проектах самый долг долг долгая операция это отладка компиляции особенно перекомпиляции большей части исходников если это понадобится то может длиться часами это как я монтейнер пакетов в альт-линдук steam говорю да люброфис собирается 40 минут на 256 процессорном узле с не помню сколькими терабайтами памяти написано с плюс плюс компилирует и жаре поэтому интерпретатор это в общем хорошо это в первую очередь хорошо потому что вы можете его просто запустить этот интерпретатор вообще не глядя и начать на нем даже не программировать до описать какие-то команды на питоне вы можете запустить этот питончик и совершенно ничтоже сумнешься вбивать в него что хотите понимаете вас то есть пробовать какие-то конструкции языка программирования прямо вживую не запуская редактор компилятор от лайка то потом из компе вот вот ровно все что вы напишите питон нам исполнит в этом смысл интерпретатор как язык одну которому учиться дальше еще одна фишка питона которая очень сильно сокращает особенно начальный период освоения и скажем так сокращает размер решения домашек в несколько раз это дактайпинг утиная типизация если кто опять таки не знает утиная типизация она же не явная латентная типизация и эта ситуация когда у вас когда тип это просто набор свойств интерфейс вот явная типизация строгая по крайней мере явная типизация когда тип это специальный объект который объявлен как таковой и объекты другого типа не могут с ними как ну они с ними совместимы утиная типизация это как тип это набор интерфейсов допустим но почему утиная знаете туда поговорку если утка это то что плавает и крякает то все что плавает и крякает это утка даже если но при этом стреляет лазерами из глаз да и пускает ядовитый дым это все равно утка потому что утка это что плавает и кряк если ваш вашей функции используется тип данных который можно складывать и умножать на число то любой тип данных который можно складывать и умножать на число можно использовать вашей функции смотрите вот у нас есть а запятая б или тем а умножить на 2 плюс бы вот но в то же время и вот потому что утиная типизация эти два типа данных можно складывать и умножать на число значит эта функция может работать с любым таким тип если мы внезапно передадим такой тип данных которые нельзя или такие данные которые нельзя складывать или которые нельзя умножать на число вот тогда нам скажешь что ты не прав я даже не знаю что есть питомскую нельзя умножить на число ну в любом случае если они будут разнотипны в тот момент когда вы попытаетесь сложить целое число с строкой вам вас отругают вот это кстати забегая вперед эта тема кажется следующего занятия типизация в питоне не явная но строго вы не можете применить операцию к тому типу данных для которого эта операция не определено не можете сложить строку с числом никто под капотом кастить int string wind вам не будет если есть такая операция она выполнится если нету не выполнится вот значит что это означает это означает что у нас нету понятия тип переменной все имена в питоне абсолютно не типизированы какие хотите такие используйте это означает что нам не нужно при описании декларировать какие-то типы все имена в питоне абсолютно одинаково они совершенно не типизированы вот это у нас целое но в принципе она может быть и строкой вот однако сами объекта строго типизированы вы не можете проделать операцию который предназначен для одного объекта над другим вас в конце семестра мы поговорим про то что существует опционально статическая типизация для питона вот который как раз используется для для разработки больших сфер больших проектов точнее для для конструирования дисциплин программирования пригодных для разработки больших сфер больших проектов вот очень хорошо и клево устроена в питоне объектная модель я даже когда-то очень давно лет 15 назад накатал такой скетч пару классов питоне к сожалению 1 должен быть еще 2 вот про наследование и мы этот скетч когда наступит время отщелкаем в коротком виде давать значит речь идет о том что вся вот это по видимости мутная идея про наследование типизацию полиморфизма инклюксуляцию полиморфизм до в питоне получается совершенно естественным путем как от как ответ на некоторые программистские потребности вот вы хотите вы как программист хотите чтоб так было и объектная модель этому отвечает а не то что там какие-то умные дяди придумали эти умные термины вот питон очень красивый в плане синтактического сахара чувствую что человек писал язык для того чтобы на нем потом программировать и в этом смысле иногда вот я буду иногда впадать в раж делать такие горящие глаза это но это же питон питон не был бы питоном если бы в нем не было там чего-нибудь такого вкусного вот а еще питон не зря популярный язык программирования к нему на сегодняшний день существует почти полмиллиона свободных свободных полмиллион полмиллиона свободных проект вот есть такой сайт python package индекс который публикует свободные проекты вот их сегодня их 479 172 штуки еще вчера их было 479 тысяч 12 штук 60 проектов за сутки прибавились и это не просто какой-то трекер это люди заморочились написали лицензию оформили свой пакет в виде пакета получили ключик и опубликовали прирост 60 штук в день 4 миллиона выпусков обратите внимание в прошлом году был три триста девяносто семь тысяч позапрошлым 325 за сегодняшний плюс 60 и это все проекты выпускаемый под свободной лицензии это значит что вы можете ими пользоваться совершенно невозбранно продавать софт на их основании совершенно невозбранно вам не запрещает свободный лицензии лицензии не запрещает продажу продажу программных продуктов вот такие дела так что хороший дом на инструмент вот да вот лицензии на питон а нет это определение свободной лицензии это брюс перенс я думаю это вот а где же где же где же где же рмс где же столман почему нет столмана вы чё википедия свободная лицензия где где столман а вот же столман он первый да значит свободная лицензия это очень простой трюк который предоставляет вам лицензию именно в плане в плане прав использования в которой написано четко что вы можете пользоваться этим программным продуктом вы можете изучать этот программный продукт и вносить в него изменения а также вы можете публиковать совершенно без каких бы то бы без какой бы то ответственность перед авторами этот программный продукт с теми изменениями которые туда внесли вот значит полмиллиона таких проектов есть под питон очень часто на эти пять на эти четыре пункта накладывается дополнительное ограничение что ваша лицензия под которой вы публикуете тоже обязаны быть свободный это так называемый капиллер вот это единственное ограничение когда он может вам встретить если вы пользуетесь модулями которые вы скачали спать на печень ну вот как видите даже не вдаваясь в подробности самого языка про который я говорил что он мне очень нравится чисто вот синтаксически сразу видно что ну много много чего можно достичь этим способом вот где питон применяется для обучения программированию я даже делал несколько докладов на эту тему когда был большим еще большим по на финале питон чем сейчас который в этих докладах говорила что питон можно использовать для обучения как для начинающих так и для продолжающих так и для профессионалов язык так устроен что единственный человек где нельзя использовать питона в детском саду ну нельзя потому что он не абстракции должен быть у человека какой-то вот там лучше скрэч какой-нибудь детском саду или кумир с позволения сказать о я не слышу нервного смеха значит никто не столкнулся с кумир а понятно я слышал тяжелый вздох вместо нервного смеха окей да когда неправда я сталкивался да я понимаю я понимаю примите мои соболезни вот значит второе очень важное применение питона это и как язык склейки у вас уже есть готовые логаритмические части или прикладные даже части которые делают что-то вашей системе а вам нужно эти все части собрать в единую кучку а еще обмазать эту кучку какой-то алгоритмически полный алгоритмически полных процедурой до питон идеально подходит запрограммируй выбрать одноразовое программирование написал на колени скрипт он решил твою задачу больше в него не вспоминаешь очень удобно писать на питоне в силу его чрезвычайной лаконичности синтаксиса то есть у вас в вашем вот я не знаю как у вас у меня больше одного экрана в голове обычно не помещается текст вот одним экраном можно ограничиться можно писать программу который на питоне все делать за один экран вот макетирование и интерфейс на макетирование когда вы пишете какой-то большой проект и сначала пишите его макет на питоне потом он работает а потом начинаете выяснять а вот в этом месте там проседает там на не знаю по памяти да давайте что-нибудь оптимизировать огромное число специальных предметных областей областей в частности тут вот нету пункта надо его вставить инженерия данных отдельная потому что сейчас питон именно в эту сторону уходит ну и как мы увидим впоследствии скорее всего скорее всего большие сверхбольшие системы тоже научиться в ближайшее время писать на питоне нормально вот прежде чем перейти дальше в нашем в моих жалобах рассуждениях скажу что помимо значит того что это очень удобный с моей точки зрения язык вот со всех сторон разумеется у него есть недостатки мы их мы с ними со всеми почти со всеми познакомимся будьте в этом уверены вот если еще одна тема которая очень болезненно ударяет по питон сообществу вообще приман реноме питона в частности это питон и не программист как я уже говорил в начале питон занял нишу бэнсика то есть такой язык программирования на котором не программист может добиться работоспособности свои своего поделия и если посмотреть в всевозможное пространство так сказать всего питоне его вы можете увидеть много плохого кона вот причем этот плохой код будет работать у некоторых людей не возникает идея что при программировании на любом языке и тем более на таком удобном как питон необходимо держаться некоторые дисциплины без цеплен довольно тяжело опять-таки я ною потому что я как монтейнер там 300 пакетов в сизифе а то что то и больше да очень часто сталкиваюсь с тем что люди в общем программируют не очень думая ватт в то же время это не и хорошо потому что если вы сотрудничаете с каким-нибудь лингвистом психологом кто еще там нас любит питончик ну в общем с кем-то кто сам программировать не хочет то по крайней мере ему можно написать инструмент на питоне он им воспользуется так что теперь про планы значит на ближайший семестр для бакалавров все будет я надеюсь так же как в прошлом году в прошлом году нам крепко повезло видите мы смогли сделать 14 лекций 14 максимум не было выходных пропавших в этом году должно не повезти по идее потому что всегда что-нибудь пропадает но посмотрим значит почти никакая лекция или вообще никакая лекция не сводится к перечислению каких-то фич про которые мы и так знаем мы все здесь взрослые люди мы изучили несколько языков программирования что такое цикл мы в общем-то знаем но в каждой лекции будет особенность питона в которой будет рассказано почему это хорошо или почему это особенно вот даже даже вот в такой лекции верьте мне вот мы поговорим про стандартные типы данных встроенные в питон мы поговорим про стандартные конструкции вот мы естественно поговорим про множество и словарь не потому что это главный внук слова это вообще главный инструмент моделированные данных питоне мы отдельно поговорим про итераторы вот у нас будет три лекции про объектную модель в питоне вас в том числе вот такие вот волшебные штуки типа слотов и дескрипторов мы чуть 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 поговорим про прикладную сторону питона про то как делать как работать с различными типы данных в файлах у нас будет одна лекция про аннотации мета класса это значит мета классы это кто бред бы добрее ну вот у вас есть объект какой тип у этого объекта допустим тип у него флот а какой тип у флота класс а какой тип у класса мета класс а какой тип у мета класса мета класс вот да и немножко про аннотирование то есть про хинты которые подсказывают какие типы у функции на входе на выходе вот здесь же скорее всего будет доп глава для магистров который вот эта вот часть про аннотирование и строгую типизацию вылится в целую лекцию с отдельной с отдельным заданием дальше у нас будет лекция по асинку в питоне вот и будет лекция про черн сапсетюшен про шаблоны это такая фишка которая была год назад питон добавлены она к сожалению последнее потому что чтобы понимать что такое шаблон питоне нужно все вот это узнать вот как ни странно хотя казалось бы оператор кейс он же switch что там может быть что там может быть такого что надо в конце семестр рассказывать но нет это питон ну вот и на этом собственно мы закончим потому что и так это прям под завязку забитый курс я забыл сказать но нынешняя наша лекция она такая как правильно тут пишут в чатике бла-бла ну это мой термин мы написали дай бог четыре строчки на питоне за все это время дальше будет лучше вот но вообще-то на наших лекциях разрешается разговаривать единственное требование говорить не тише чем я потому что если вы будете говорить тихо вас не услышат а зачем говорить чтобы вас не услышали вот так что даже руку тянуть не надо выбирайте паузу и говорите так чтобы я услышал возможно я даже прошу вас повторить потому что у меня не микрофон здесь у вас микрофона нет а пока что я всех вас я понимаю загрузил поэтому тут не доделал вот значит большое желание чтобы нас здесь в этой аудитории становилось ненамного меньше потому что я очень рассчитываю на обратную связь когда там ходят пять человек а все остальные смотрят в записи довольно довольно часто ты впадаешь ситуацию чтобы эти пятеро уже отвалились и ты разговариваешь непонятно с кем вот там еще людей что-то смешное творится ну или радостно вот значит тем не менее лекции будут выкладываться эфиры всегда происходят в онлайне если не портится и потом виталий монтирует выкладываются смонтированные лекции они почищены от моих тупежей блеяний и вот этого всего вот их тоже можно смотреть если вы не смогли прийти сюда по лекциям будет к каждой лекции будет 34 домашних задания и это задачки которые надо решать в нашей замечательной системе проведения олимпиад под названием и джадж если кто при слове джадж так это встрепенулся и поверил холодом потому что потому что у вас преподавал и требовал от вас отчетности автор системы и джадж 20 не бойтесь я поменьше я по мере возможности открутил все вот эти страшные вещи которые узнаете вы сдаете это самое задание вам будет неправильно на тесте падает на каком тесте на тесте падает да так вот этого не будет я постараюсь как минимум давать примеры в которых тест будет виден логи тестов тоже видны за исключением сверх больших вот единство чего вас прошу не заниматься то что называется парковкой на слух написал программу она упала принял плюс на минус она упала поставил скобочки она упала да там вот на десятый раз я буду присматриваться к таким людям вот кроме того возможно вас таким способом подведет общее ограничение на количество попыток там по моему на 40 задач 200 попыток вот так что сначала проверяйте у себя что все работает вот домашние задания надо делать вовремя то есть в течение шести дней после начала лет после за окончания лекции смысл ограничения в шесть дней в том чтобы к следующей теме вы уже руками пощупали предыдущую согласитесь это логично если у вас произошел какой-то сбой и вы не смогли сделать если вы сделали домашнее задание за вторую неделю она оценивается в половину стоимости за все оставшееся время она оценивается в 25 процентов стоимости то есть домашнее задание можно даже просроченные делать это вам принесет ну грубо говоря по одному баллу вместо 4 отдельно у нас проверяется копипаста значит копипаста проверяют роботы мной написаны поэтому не обижайтесь на меня пожалуйста если вас обвиняют в этом вот более того все примеры когда роботы говорят про копипасту можно обжаловать да во-первых роботы определяют так называемые кластеры эта ситуация когда задача настолько простая что решение похоже не потому что это копипаста потому что был очевидный алгоритм все его реализовали примерно одинаково вот если на вас пришла жалоба от робота что вы дескать копипасте у такого-то товарища можно разобраться со мной напоминаю что копипаста тоже оценивается в один балл то есть как про срок вот а если мы с вами поговорим в телеграммке и поймем что это совпадение или что-то такое то вместо одного балла получится только сколько полагается по по дедлайну зато если вы меня убедите в том что вы действительно скопипастили вместо одного балла вы получите на я считаю теперь на что было упоминание про телеграм значит помимо вот этого самого чатика помимо вот этого чатика который есть в youtube чеки он такой специфический как чатик youtube чеки вот есть еще чатик в телеграмм большой ссылка на него у нас в шапке вот она вот он настолько большой что мы я уже его распилил на несколько топиков есть топик про питон есть топик про линукс и сети вот возможно в следующем семестре будет еще топик про хиротектуры и есть топик общий для всего вот значит участвуйте там все вопросы задавать лучше не в личку а туда это довольно важный момент вопросы задаются в общий чат даже если вам кажется что он тупой и он выставляет вас дураком не думайте что все вокруг вас умнее думайте обратно что если у вас возникли вопросы то это вот бабки не ходи еще у 10 процентов населения возникнут примерно такие же вопросы это значит что лектор чё-то намутил ну или материал какой-то сложный этот тот факт что вы задаете вопрос вот в общий чат а я или кто-то еще на него там же отвечает ваших товарищей очень спасает возможно ваши товарищи еще более стеснительные и стесняются задать этот вопрос помогите вот насчет группа в telegram так у меня тут в ютубчике спрашивают можно ли сдавать не студентам участвовать в и джаджи а да при джаджи не сказал сейчас скажу при джаджи участвовать в диджаджи точно можно не студент вас там вообще от свободной записи и джаджи сдюжит такие вещи а вот что касается сдачи вы должны договориться со своей учебной частью у меня были президенты когда люди из керосинки сдавали здесь института леса вот местут леса если что одно время был очень нехилым местом для всяких опальных математиков еще в 90-е годы они все были жив вот так что не самое последнее место как ни странно вот ну естественно с других факультетов университета тоже было вот а если вообще не студент ну слушайте вам значит оценки не нужны вперед рейтинг весь будет так теперь про регистрацию а про регистрацию джаджи сказал да значит надо зайти загистрироваться имейте только в виду что ссылка для регистрации и ссылка для участия это разные ссылки так устроены и джаджи и как только я закрою регистрацию ссылка работать не будет каждый год несколько человек говорят у вас больше и джаджи не работает меня от луп я говорю я закрою регистрацию выходите по ссылке по регистрации ну такой юзабилит вот значит что еще добавить и что-то как я очень быстро закончил значит сегодняшнее домашнее задание в чатике в этом ютубчике говорят сегодня скорость 1.25 очень может быть сегодняшнее домашнее задание начнется того что установите питон если вдруг у вас его нету последний 311 не 310 не 3 6 там никакой вот пожалуйста найдите документацию на питоне для вашего установленного питона она конечно всегда есть в интернетах этих ваших но и в питоне она тоже есть запустите питон в режиме командной строки пожалуйста вот самый простой способ это просто взять его и запустить да то есть идея стоит в том что вы можете просто взять и спустить выпускать питон и вообще-то должно питон 3 извините и вообще-то должно работать на любой операционной системе вот то чем пользуюсь я называется до называется pt python это самый легковесный из таких вот текстовых и дешек даже не дешка это просто такая командная строка с плюшкой вот я бы ей не пользовался но она у нее красивая раскраска красивая раскраска лучше выглядит на экране надо кстати не забыть сделать белый белый терминальчик ну что черный все-таки видно плохо вот значит добыть командную строку найдите для себя текстовый редактор в котором вы будете программировать причем страшные штуки типа пчарм или скажем винга да я я не рекомендую я безусловно ничего против пчарма не имея но это инструмент не для изучения языка а для индустриального программирования вот он за вас делают кое-какие вещи которые вы на самом деле будете делать сами должны в этом семестре пчарм еще не вреден следующем семестре у нас будет курс по разработке на питоне вот там пчарм будет вам мешать потому что я буду требовать чтобы вы говорили и делали что-то конкретное какие-то конкретные вещи конкретные операции над вашим программным продуктом а пчарм все это делать по кнопочке сам так что не привыкайте хотя он крутой никто не спорит что касается текстовых редакторов то любой программистский тексту редактор зайдет если вы каким-то пользуетесь я как вы возможно уже видели пользуюсь вима мы будем пользоваться и в прийти давай значит если вам ничего не нравится пользуйся idol 3 idol 3 входят прямо в состав питона это питоновский редактор написанный на питоне вас он простенький он странники местами такой неоднозначно но тоже можно пользуюсь так более того у нас уже есть домашние задания вот она а черт я уже его решил я уже его решу вот сразу скажу что в этой задаче есть одна фишка которую вы найдете без меня вот то есть эта задача непростая вот да реально непростая дам значит ну вот соответственно вы должны будете решить одну задачу я совершенно неожиданно на скорость 125 прошел всю лекцию целиком поэтому давайте задавать вопрос вообще я бы очень хотел прекратить вещать формате в одну сторону и устраивать какой-то интерактивчик в процессе чтобы у вас было место не только для обратной связи но еще для каких собственных мыслей дело в том что мне за эти восемь лет уже порядком поднадоело одно и то же рассказывать и ну хорошо рассказывать не поднадоел но вот способ которым я рассказываю вошел в такие рельсы я могу проезжать на этих рельсах мимо того что интересно поэтому я очень хочу знать что вам интересно ходите и давайте беседовать а пока что задавайте вопросы для начала про питон ну или про лекции да давайте посмотрим я не уверен что там есть что-то такое прямо так что-то сделали они начали двигаться под папу по удалению глобал глобал лока глобал интерпретатор лок у них теперь на каждый интерпретатор отдельный сейчас расскажу сейчас расскажу смотрите ничего из этого ничего из того что я здесь вижу не относится напрямую к тематику наших тематику и к теме нашей лекции ну кроме может быть 701 пепа сейчас мы не углянем ухты они короче внутри внутри кавычек в ложные кавычки теперь распознают прикольно надо будет попробовать значит но как видите это такая мелочь а вот то что не мелочь это два нововведения которые вот это вот нововведение это не мелочь дело в том что мы об этом будем с вами говорить а может быть как раз не будем потому что поговорим сегодня питоне нету нормальной поддержки многопоточности потому что питоне тренды все равно работают ну грубо говоря в один поток один тренд спит на каком-нибудь вводе выводе 2 работает почему так потому что есть штук под названием гил глобал интерпретатор лок который золот которой в выполнение всех потоков всех зоветов пока один за 400 пока один за этих трендах находятся в самом интерпретаторе а как вы понимаете интерпретируем интерпретируемая программирование находится внутри интерпретатора nutritious потоков поток вычислений находится внутри интерпретатор чуть менее чем всегда вот из за этого очень любит нажать на питон что наём нельзя написать нормальные многотрядовые приложения вас грида в ответ говорит слушайте ну смотрите давайте если выдать просто прикинем что будет если мы с это с оптимизируем мы введем бесконечные проверки на доступность или недоступность ресурса из одного из разных потоков одного и того же интерпретата вас то есть ваш код будет работать там в несколько раз медленно просто за счет на каждый чих на каждый объект нам нужно делать эту проверку вы этого хотите вот поэтому люди очень долго думали и придумали что мы пока что оставим глобальную блокировку что один интерпретатор может выполнять только один поток кода но введем понятие субинтерпретатор в каждый момент времени в питоне программы может быть более одного интерпретатор у каждого из которых независимый пространство и тогда можно блокировку вынести туда вот как это работает я не знаю потому что я читал только вот самое начало этой рассылки но видимо люди прям вот действует вот у нас кстати в чате вот в этом самом группе который уникс там есть люди которые реально программируют под питон не только мальчик по мальчик процессинг но и многотрейдовые многотрейдовые приложения и они могут проконсультировать на это делал так что ответ на вопрос будет ли у нас 12 питон пожалуй нет я не вижу здесь ничего такого что можно было бы объяснить синтаксисом помните на основная цель этого года вернее этого семестра это рассказ про синтаксис питона который и так то мы про все не успеем поговорить еще вопрос оценка за курс вообще говоря это просто некоторый балл от того что он выставляет и джач если вам не хватает и вы даже взяли сели и в авральном порядке до решали все задачи вам все равно не хватает для таких вот чемпионов будет организована отдельная специальные олимпийские игры значит отдельная пачка сложных уже логоритмически сложных задач там их штук пять с помощью которых вы можете повысить себе оценку на балл или понизить если не справитесь вас или ни то ни другое если значит решите там четыре задачи из пяти вот ну понятное дело значит невозможно понизить оценку с нуля до до трех то есть если вы ничего не сделали и пришли в конце семестра то вам ничего не поможет 20 ну вы понимаете зачем это сделал потому что концепт семестра вот ходят такие значит люди с красными глазами и плохим выражением лица говорят вот мне хватает спецкурсы поставьте мне мы не может вот а еще если вам нужен зачет а не оценка зачет это от это хор неудобно удобно это не зачем рационально как бы организация этого следующие представьте что себе что вы закончили факультет и у вас есть бумажка в которой написано что папитона у вас зачет из этой бумажкой вам вы приходите к пора пытаться будет у меня зачет папитона тебя готова зачет ну иди к нам работать питонист а теперь представьте себе что это не зачет а на самом деле удовлетворительно вам натянули на экзамен поэтому я считаю что зачет это хор вот а если вам очень надо ну старайтесь такие вот дела про копипасты я уже сказал в зависимости от того да я стараюсь обновлять парк задач каждый год хотя бы наполовину вот это значит что в зависимости от того насколько будет сложные задачи насколько вы будете роптать со словами задача была сложная или там условия была мутная и мы там много раз пробовали а вы там все 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 не так на самом деле вот возможно вот этот балл который разграничивает сумму оценок за отлично хорошо и удовлетворительно будет ну плавать в целом можно посмотреть как было в прошлом году кстати вот вот формула да еще я ввел такое понятие обязательные задачи обязательные задачи это как правило задачи из конца семестра которые достаточно сложные чтобы я очень хотел чтобы их попробовали а еще они с конца семестра и поэтому люди к этому моменту уже обычно забивают на домашние задания думают ну я уже там много решил получу так что скорее всего некоторые задачи из последних которые не будут признаны признаны особо мутными будут помечены как обязательно без них нельзя получить нельзя получить отлично да 20 написать класс класс который бы при печати выдавал вот такую спиральку и при этом это было бы множество из букв а б ц д ну как бы из букв этот класс еще должен поддерживать сложение вычитание и умножение вот в прошлом году и в этом году наверное будет будет еще больше в этом году еще знаю что будет смотрите я же их чередую примерно иногда вот есть похожая задача сейчас я вспомним где она тут сейчас 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 вот кибер колбаса написать класс который делать бутерброд такой вот видите это кусочек хлеба а это свинина 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 это вот они вот это свинина это порк а это ветчина это свинина да 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 это спам вот он тоже должен поддерживать умножение вот ответься вот умноженный вас она с одной стороны весело с другой стороны вам придется поработать над разными частями объектной модели вот и тот факт что его не вы не решили наверное в моей вот вредной голове свидетельствует о том что вы недостойны оценки вот вы хотя примерно так еще вопросы да в момент когда вы приходите к такому классу задач который по какой-то причине неудобно реализуется на питании потому что в принципе пока на любом если вы хорошо знаете современный язык программирование общего назначения у вас нет необходимости с него скипать да если вы научились на си плюс плюс пишите на си плюс плюс да вот пока что пока что питон не показывает признаков протухания так что вот ну что будем считать что в лекция со скоростью со скорость 125 внезапно прочитаны следующий раз следующий раз у нас следующий раз у нас до зала на команда с такая объекта даже в следующий раз мне будет что рассказать про питон такое чего некоторые из вас скорее всего не знаю например что в питоне нет присваивания вот на чем собственно все всем спасибо